Всем добрый день! Я хочу поговорить о ресурсе цыганского танца или о цыганском танце. Дело в том, что у многих из вас сложились некие представления о цыганском танце, либо по старым фильмам это еще хорошо, а вот если ваши представления складываются по роликам в ютубе, где вы видите такие довольно извращенные варианты исполнения цыганского танца, например, это когда у танцовщицы глубокое декольте, когда видны, прошу прощения, куски мяса, потому что у нее не закрытый верх, а у нее получается топик, да, то есть вот это все формирует очень странные представления о цыганском танце. Многие считают, что цыганский танец это вот эти, вы знаете, плечи, ну, то есть попахивает какой-то маргинальщиной, но я хочу поделиться с вами своим ощущением цыганского танца и то, что можете конкретно вы внести в этот танец. Я считаю цыганский танец очень ресурсным танцем, энергетический, и я считаю, что он в первую очередь подходит зрелой женщине, женщине, которая прожила свою жизнь, у которой есть жизненный опыт, которая прошла через определенные сложности и так далее. Дело в том, что у такой женщины ресурса для цыганского танца гораздо больше, чем у молоденькой девчонки 20 лет. А с молоденькими девчонками можно просто ставить что-то такое веселое, легкое, но не задушевное, да? А вот именно взрослая женщина, зрелая такая женщина, она, понимаете, с ней гораздо интереснее работать в том плане, что задается какой-то пласт настроения в танце, и эта женщина может это отобразить, потому что то, что я, например, закладываю в танец, это было в жизни этой женщины. Я сейчас, возможно, говорю сложные вещи, но давайте немножко тогда настроимся на цыганский танец в том плане, что это. На самом деле это, с одной стороны, веселье, драйв, но в нем есть тоска. Знаете, это ощущение безысходности, оно настолько сильное, что ты готов топтаться. Ты готов топтаться ногами, ты готов там всякие вот жесты делать, да, там, щелкать. Но это не от того, что ты прям такой вот весь счастливый, у тебя все хорошо. Потому что это такая вот тоска, безысходность, которая стучится и формирует вот эти определенные движения. Но это мое ощущение. Также это бескомпромиссность. То есть, если вы выполняете движение очень размазанно, и, ну, просто так вот, просто позитивно, да, размазанно, то это не совсем то. Здесь есть бескомпромиссность, здесь женщина, а вот представьте, если она говорит нет, значит, это нет. Это нужно показать в жестикуляциях, да, что такое нет. То есть, есть определенные такие аспекты, да, в характере, которые, в общем-то, на мой взгляд, зрелая женщина может мне выдать. И в этой связи мне очень интересно ставить индивидуальные танцы на зрелых женщин. Также сам по себе цыганский танец не предполагает какой-то сверххореографии для вас. Здесь нету никаких безумных батманов, как в классике, да. Здесь нету выворотной стопы безумной, как в классике. Здесь очень много, скорее, ритмической задачи. То есть, вам нужно ритмически это пропускать через себя и попадать в ритм. А это совершенно другой слух. То есть, слух русского человека отличается от слуха, например, цыганского. Или там слух европейца отличается от слуха африканца, который способен отбивать этот блюз. Ну, то есть, здесь уже такие вещи, которые, знаете, похожи на изучение иностранного языка. То есть, мы внедряемся в другие настройки. Мы свои меняем, свои переформатируем, чтобы понять настройки чужого народа. Но чем прекрасен, опять-таки, этот цыганский танец? Тем, что он не требует от вас какой-то сверххореографической подготовки. В принципе, не требует от вас определенной комплекции. Вы можете быть полненькой, маленькой, там, не знаю, худенькой или наоборот, высокой. Неважно. В принципе, вот жизнь, которая сформировала зрелую женщину естественным образом и наложила на нее какие-то естественные отпечатки. И, в общем-то, ну, как бы, если многие испытывают комплексы по поводу занятия танцами ввиду комплекции и ввиду возраста, то цыганский танец это все обнуляет. То есть, если вам 50, и вы невысокого роста, и вы немножко полненькой, это, может быть, даже, понимаете, бонусом. Потому что из вас можно вылепить такой образ, такой прям, может быть, даже, знаете, такой крестьянский, такой задорный, что мало не покажется. И вы, проживая этот образ, тоже очень многое для себя почувствуете. Поэтому в каком-то смысле я нескромным образом призываю женщин, если таковые смотрят меня, опять-таки, да, я не поняла, откуда у меня появилось 3000 подписчиков, но это ладно. Кто там среди них? Ну, если среди вас есть женщины, такие зрелые женщины, например, живущие в Москве, почему бы вам не попробовать? Мне кажется, что вот у вас, возможно, появится второе дыхание. И если вы испытываете какие-то сложности или сомнения, вы можете всегда мне написать на e-mail или там на фейсбук или вконтакте, все это легко найти, и я с радостью отвечу на ваши вопросы. Но не советую вам откладывать свою вот такую жизнь на потом. Просто потом вы будете жалеть о том, допустим, вам будет 80 лет, а вы будете жалеть о том, что в 50 вы себя не попробовали в таком вот интересном образе. Это же, понимаете, не просто хи-хи, ха-ха там, танцулечки, костюмчики. Это на самом деле психотерапия, это философия и, возможно, даже в чем-то духовность, смотря как вы будете к этому относиться. Но в завершение я скажу такую вещь. Представим, что вам 50 лет опять-таки, у вас там несколько детей, жизнь вас замучила, вы все время там на кухне у плиты или еще где-то. А теперь представьте, как все может оказаться интересным, если вы внезапно оставляете плиту и просто начинаете танцевать. Вот именно в цыганском таком, знаете, жанре, в таком более народном бытовом, где не предполагается даже юбка два солнца. Вот вы начинаете танцевать и показывать эту свою безысходность. Мне кажется, что чем сложнее жизнь, чем она безысходнее, чем меньше в ней комфорта, тем легче вам будет выразить то, что я, допустим, вижу в этом танце, если вы решитесь, конечно, ко мне ходить. То есть у нас будет стопроцентное попадание в это настроение, о котором я говорю. А если ваша жизнь в комфорте, если вы живете в каком-нибудь особнячке, где у вас ходят дворецкие, и вам подают еду ваши сотрудники по дому, у вас у детей нянечки, а у вас день расписан по часам в плане шопинга и всяких салонов красоты, то, понятное дело, у вас нет ресурса, ресурса, я имею в виду эмоционального, на то, чтобы заняться таким танцем. Как правило, люди, которые живут очень состоятельной жизнью, в комфорте, не испытывают потребности, в принципе, к познанию чего-либо. Но это отдельная тема. Хотел сказать, это отдельный танец. Поэтому подумайте о том, кто вы, что вы, где вы, и что может с вами быть, если вдруг вы отбрасываете сковородку на кухню и начинаете вот какая вы есть танцевать. Мне кажется, это очень круто. Хорошего дня!